У меня на участке сидит кот. Уже несколько часов. Если обе его увидят, сейчас будет скандал. Сейчас будут гавкать. Всем привет! С вами Марго и мое новое видео. Давненько меня здесь не было. И давно не записывала новые YouTube-выпуски на тему маркетинга, на тему брендинга, продвижения. В общем, всего того, в чем я являюсь экспертом и чем занимаюсь уже много лет. Напомню для тех, кто смотрит впервые или забыл, что у меня есть свое диджитал-бюро-контора. Я работаю маркетологом в разных форматах, как партнер, как консультант, обучаю людей, консультирую бизнесы. И сейчас также руковожу еще и маркетингом в сервисе развития карьеры H. Очень люблю этот проект, этот сервис. Консультирую в нем уже больше года, веду сессии. И сейчас еще помогаю ребятам с маркетингом тоже, потому что в агентстве у меня есть SEO, и там я больше уже как фаундер. Я решила записать это видео для вас, чтобы вы проверили себя. Тема трендов в маркетинге — это тема, на которую регулярно меня просят выступать. Буквально несколько дней назад я выступала для комьюнити-предпринимателей в Минске офлайн. И там еще 50 человек, 50-60 было, прослушали эту тему. И тут я решила поделиться с вами тоже, потому что тенденции в маркетинге нужны всем. Они пронизывают все соцсети, независимо от того, ведете вы их как эксперт, или продвигаете как маркетолог какую-то компанию, или вы свой бизнес строите. И обычно я замечаю такую ситуацию, что в конце года, в ноябре, в декабре, я пишу статьи на тему тренд-вотчинга «Выступаю». Эта тема вызывает ажиотаж именно в начале года, потому что всем интересно, какие тренды новые нас ждут, что сразу внедрить в свою стратегию продвижения. А потом про это благополучно забывают. И когда я, например, на консультациях общаюсь с маркетологами или предпринимателями, я вижу, что они все это вроде помнят, да, вроде тренды услышали, узнали, но часто в текучке, в рутине они забывают их внедрять. Поэтому хочу записать это видео, чтобы вы проверили себя, да, завалидировали те тренды, которые вы уже используете, похвалили себя, да, что я молодец, я делаю трендовый контент, проверили себя. А если что-то упустили, то как раз добавили. Поэтому можно это видео воспринимать как такие 7 пунктов, да, для проверки себя. Проверьте, делаете ли вы действительно современный, качественный, работающий в современных реалиях контент и маркетинг в целом, да. Или можно взять это видео как источник идей, а что еще можно добавить, да, чтобы было лучше, чтобы маркетинг работал еще динамичнее и приносил вам больше, например, клиентов, больше продаж. Поэтому 7 трендов, которые стоит использовать в 24-м году. Поехали! Я вам сейчас сказала и поняла, что на самом деле, если вы смотрите это видео в 25-м году, я просто уверена, что эти тенденции, они продлятся и продолжатся и в следующем году, и останутся актуальными, потому что я делаю тренд-вотчинг несколько лет подряд, много лет перевожу иностранные источники, смотрю американские, потом приземляю это все в российские реалии, читаю, что коллеги замечают, делаю самонаблюдение своего опыта, и это такая постоянная работа, и тенденции, которые я выбираю, которые освещаю, они как раз-таки, знаете, долгоиграющие, поэтому актуальность вряд ли они потеряют в ближайшее время, это практически гарантия. Первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, гибкость и адаптивность маркетинга. Это прям повышенные сейчас требования к продвижению, если у вас свои маркетологи, обязательно следите, чтобы они были гибкими, умели перестраиваться, это прям важный сейчас параметр для поиска такого сотрудника, ну, либо для вас, если вы делаете свой маркетинг сами. Что конкретно я имею в виду? Скорость изменений в маркетинге всегда была высокая, но сейчас, когда мир стремительно меняется, одни соцсети выходят вперед, другие уходят вообще с рынка, одни возможности, как, например, таргетированная реклама или контекстная реклама в Google уходят из страны, если мы говорим про Россию, другие быстренько завоевывают эти вакантные места, то есть все меняется, и, в принципе, вот эта скорость сейчас не позволяет планировать в какой-то долгосрок, поэтому сразу скажу требовать от маркетолога стратегию развития вашего бизнеса на три года, да, там какие-то KPI определять, где вы хотите быть через пять лет, это довольно глупо, ну, правда, мы не знаем, что будет через пять лет, поэтому не мучайте своих сотрудников, стратегия на год, понятная коммуникационная стратегия развития, это вот предел, это край, поэтому в этой реальности сейчас выигрывают те бренды, да, и те эксперты, которые готовы к быстрой адаптации, которые готовы быстро перестраиваться на новые площадки, изменять свою тональность общения, да, изменять tone of voice, способы коммуникации, новые гипотезы, прям быстро внедрять, да, еще быстрее, чем раньше, это крайне важно, и я вижу, например, проводя собеседование или общаясь с коллегами, что не у всех есть эта черта, это конкретные вот soft skills, гибкость, да, мышление, которые надо прокачивать, если вы сами специалист, прокачивайте, пожалуйста, гибкость мышления, быстроту реакции, это крайне важные и конкурентоспособные такие качества, которые вас отстроят от других соискателей, от других претендентов на какие-то классные вакансии, и, казалось бы, да, все про это говорят, но как мало людей действительно обладают этими качествами, и если ваш, например, сотрудник или вы застряли в таких фразах, как, ну, мы это никогда не делали, да, или мы всегда развивали только эту соцсеть, да, или нам нет смысла это пробовать, это точно не принесет продажи, вот такие очень, такие ригидные фразочки сейчас вообще не работают, они могут быть маркером того, что действительно нету вот этой вот адаптивности, которая требует сейчас реальность, поэтому проверьте себя. Следующий тренд, который я хотела бы выделить, это открытая коммуникация, человеческая, простая, искренняя, более близкая, да, к нашему потребителю коммуникация, это просто топ of the top, это прям обязательно, это база, я бы так сказала, и как много людей приходят, опять же, со своими бизнесами ко мне на аудиты, на консультации, и они до сих пор, я вот уже, видите, эмоционирую, меня реально это бесит, до сих пор бренды общаются как в Советском Союзе, я не знаю, супер формально, супер как-то сухо, да, отвечают как банки. Нам очень важен ваш отзыв, спасибо, что обратились, да никто так не говорит, мы же с вами так не общаемся на улице, я каждый год этот тренд, мне кажется, дозываю, что в моде сейчас человеческая, более неформальная коммуникация от лица бренда, вот как вы общаетесь со своими знакомыми, так и общаетесь в бренде, в ваших соцсетях, на сайте также обращайтесь, по телефону, да, не нужны вот эти вот все скрипты, оставьте их, пожалуйста, в прошлом веке. Конечно же, конечно же, мы общаемся вежливо, мы не хамим, мы не переходим в черту, да, мы, если нам пишут, особенно если там первыми пишут клиенты на вы, мы общаемся на вы, но на вы с маленькой буквы, пожалуйста, не надо вот этих расшаркиваний, да, вы не составляете договор, вы общаетесь с живым человеком, вы с маленькой буквы, простая, дружелюбная, открытая, с желанием помочь, коммуникация, пожалуйста, очень прошу. Если человек сейчас, да, не чувствует, что бренд разделяет с ним одни и те же ценности, общается на разных языках, то бренд просто остается неконкурентоспособным, да, конкуренция высокая, у людей кризис, да, у людей стресс, и важно, чтобы вы были вот таким поддерживающим, да, другом, брендом, который поддержит, поможет и вообще действительно, ну, когда есть мэч, да, со своей аудиторией, это прям важно, и не все бренды, опять же, это делают, поэтому тут вы тоже можете сделать это своей сильной стороной, да, и выделиться за счет этого. Сделайте всю коммуникацию максимально бесшовной, чтобы людям не нужно было заполнять какие-то сложные формы, многоступенчатые какие-то сообщения писать, да, какие-то заполнять анкеты, оставлять заявки, куда-то звонить. Просто человечески помогите, да, сделайте коммуникацию простой и понятной, и не нужны какие-то усложнения. Меня очень раздражает, когда, например, пишешь в директе в ресторан, чтобы забронировать столик, и без какой-либо помощи и участия просто сухо говорят, что столики мы не бронируем, звоните. Но, ребят, а если я за границей, а если я глухонемая, да, почему нет? Ну, как бы, такие люди есть, их больше, чем мы думаем. Может быть, мне неудобно звонить, может быть, я заикаюсь, да, тоже огромное количество людей не может звонить. Разные могут быть и психологические, и психологические такие, да, моменты. Может, я просто в роуминге, может быть, я супер занята, я подписана на вас, да, поэтому я написала в директе, цените это. То есть вот такие моменты старайтесь делать для клиента максимально удобными, и будет вам счастье и продажа. Третий тренд, который, проверьте себя, используете ли вы, или, может быть, как раз сейчас запланируете его использование, это фейковая реклама. Вы наверняка видели вот такие классные, очень кетчи, да, цепляющие глаз визуалы, креативы, макеты в рекламе или просто в соцсетях брендов. Например, Jack News очень много используют такие. Я видела и белорусские бренды, в основном тоже одежда, потому что все, видимо, смотрят на Jack News как на референс. Очень много вот таких вот интересных, необычных реклам. Еще были яркие кейсы у Лориаль, они прокатили большую машину, брендированную с помадой, которая оставляла след на асфальте. Естественно, как вы понимаете, настоящей такой машины с огромной помадой XXL не было. Это все сгенерированные компьютером изображения. Очень часто растягивают какие-то гигантские баннеры, да, на знаковых зданиях. В зданиях что-то вешают на Эфилеву башню, на сталинскую высотку. Очень мне понравился такой креатив у Много лосося, московские суши. И они прокатили такой трамвай, который был в виде больших таких роллов пушистых. В общем, выглядит это очень запоминающееся, да, потому что это что-то с лау-эффектом, это что-то необычное. Важно, чтобы такая реклама была сделана качественно, да, то есть анимация должна быть такая, чтобы это было реально у мозга такое помешательство на минуту, да. Это реально происходит, это реальный трамвай, или это сгенерировано, это нарисовано. Тут, конечно же, такая реклама стоит дорого, да, анимации. Моушн-дизайн, в принципе, дорогая вещь. Если захотите такую рекламу, обращайтесь к нам, мы нарисуем, потому что мы делаем анимации, моушн и компьютерную графику разную в моем бюро тоже. Вот недавно делали очень классную анимацию такую на 14 секунд, супер стильную. И мы сгенерировали музыку для этого ролика с помощью нейросети. И нейросеть мы скормили название бренда, поэтому песня была очень динамичная, как нам нужно было, прямо в ритм видео. И при этом про бренд, который к нам обратился. Прикиньте, как круто. То есть это не очень хорошо для музыкантов, да, которые теряют деньги в этот момент. Но, как есть, нейросеть это сделала буквально в 10 раз быстрее, чем музыкант. Поэтому вот такие кейсы очень круто использовать, особенно если у вас бьюти-бренд, какой-то бренд украшений, одежда, товары для дома. То есть какая-то товарка, да, которую можно вот так вот интересно преподнести. Хотя для услуг тоже можно придумать, как использовать такую вот фейковую рекламу. Это модно, это недешево, но вот такая ненастоящая реклама, она выделяется. Обычные макеты, текст плюс фото, да, или обычные видео, даже лайфстайлы уже примелькались. А это что-то новенькое и яркое. Следующий тренд, мой любимый, тренд на разнообразие и инклюзивность, инклюзию. Что это такое? Вы видите, что зумеры все больше присутствуют в соцсетях, зумеры захватили интернет, можно сказать, переделывают смайлики, смеются над тем, как мы, миллениалы, да, и предыдущие поколения иксы используют эти эмодзи. Короче, зумеры становятся все более превалирующим, таким активным, да, населением в диджитал пространстве, и поэтому они диктуют свои правила. Логично, да, точно так же предыдущие поколения приходили и что-то новенькое привносили. Зумеры становятся все более платежеспособными, да, то есть люди, которым сейчас от 15 до 23, по-моему, да, 23-24, ну, примерно такие рамки, мы же понимаем, что это все очень условно, да, они входят вот в этот активный покупательский возраст все больше, поэтому, если вы сейчас не работаете с этой аудиторией, да, и у вас нет с ней коннекта, вы не разговариваете на ее языке, то ожидайте, что в будущем, к сожалению, у вас снизится количество продаж, да, потому что эти люди скоро будут покупать у вас в том числе все больше и больше. Даже если вы сейчас работаете с аудиторией более возрастной, даже если зумеры не ваша телевая аудитория, да, в какой-то момент они вырастут, но вы поняли. Поэтому не забывайте про тренды на инклюзивность в рекламе. Мы видим все больше и больше кейсов у мировых брендов, таких как Адидас, таких как бренды косметики разные, да, там тот же Лореаль, Невея, Гарниер, разные-разные бренды. Мне очень запомнился кейс рекламного кампейна Гуччи, Гуччи Бьюти, это именно линия косметики. Это, конечно, такой очень яркий пример, очень дерзкий, да, который набрал очень много хейта, но также набрал очень много положительных реакций. Не забывайте, что зумеры хотят видеть в макетах, в рекламе людей разных рас, разного телосложения, разной особенности внешности, да, веснушки, татуировки, ташерамики, Эсос, да, такой гигант масс-маркета не замазывает больше у модели какие-то растяжки, прыщики, синячки, они у всех у нас есть, да, давайте уже признаем это и перестанем делать какие-то вылизанные идеальные картинки. Я даже иногда своих дизайнеров в агентстве ловлю на том, что, если не обращая на это внимания, нет-нет, но где-то можно скатиться в то, что картинки выбирают очень одинаковые люди, на них такие искусственно счастливые, да, вот с такими лицами, с такими нереалистичными эмоциями и все модельные внешности. Проверьте свои соцсети, креативы своих брендов, да, наружку, если там до сих пор вы видите таких вот очень радостных людей, модельные внешности, то ваш контент точно не трендовый и не современный. К сожалению, я должна это сказать, поэтому проверьте, зумеры выбирают искренность, разнообразие и, в принципе, это даже не про зумеров, а, опять же, да, про такой общий тренд развития соцсетей, маркетинга, коммуникации в мире, да, это то, каким сейчас, в принципе, все больше и больше становится мир. Предпоследний тренд — это комаркетинг или такой комплексный коллаборативный подход к продвижению. Если вы не делаете коллаборации, партнерки, спецпроекты, не обмениваетесь контентом с бизнесами, с похожей целевой аудиторией, обязательно добавьте это, у вас как раз есть сейчас на это время, и вы уже услышали эту информацию. Я вижу, что многие бизнесы малые, которые запускали, или эксперты, да, запускали таргет, сейчас переключились, например, на блогеров, либо вообще вот не заткнули это ничем, таргет ушел, они такие, ну окей, буду делать просто контент, попробую через рилсы, да, например, залетать. Но вы упускаете огромный пласт возможности заработать, да, обменяться аудиторией с похожим бизнесом и перетащить к себе новую целевую аудиторию, которая еще о вас не знает. Поэтому любой обмен карточками в соцсетях, совместные посты в Инстаграме, благо сейчас есть возможность сделать соавторство, да, просто репосты друг друга с какой-то полезной информацией, совместные конкурсы, это супер просто, это недорого, это доступно каждому. К нам, например, приходило в агентство цветочная лавка, они только открылись, в ЖК их еще никто не знает, там лакшери ЖК. Я говорю, возьмите, сделайте красивые открытки, напечатайте, да, или стикеры, пройдите по соседним всем заведениям, детским садикам, йогам, кофейням, обменяйтесь вы открытками. Только не делайте, пожалуйста, визитки или флайеры, прости боже, это тоже все осталось, в общем, в нулевых, это очень низкий, да, эконом-сегмент. Скорее всего, вам он не подходит, сделайте лучше красивые открытки, которые приятно будет положить на ресепшн, да, не захочется выкинуть сразу, как вы ушли. И можно куда-то сохранить, повесить, не знаю, на холодильник, да, прикрепить. И что-то красивое, с подарком на обратной стороне, с каким-то бонусом, промо-кодом, может быть, бесплатной небольшой услугой, да, или товаром. И обменяйтесь, подружитесь, просто общайтесь, да, люди любят общение, даже те, кто работают в соседних заведениях, могут к вам прийти и стать вашими клиентами. Не забывайте это, это очень простой и эффективный тренд на комаркетинг, который доступен даже малому бизнесу с небольшими бюджетами. Ну и последний тренд на десерт, пока я к нему перехожу, пожалуйста, подпишитесь, здесь много пользы, вдохновения, просто красивого контента у меня на канале. Буду очень благодарна, поставьте лайк, напишите комментарий, вы знаете, короче, что делать без меня. А я перехожу к последнему тренду, последним, это нейросети, да, они самые, вы про них уже слышали, поднимите ручки, кто использует, наверняка использует мало кто постоянно в своей работе и в маркетинге. Это знак, если вы еще не использовали нейросети, обязательно начните. Можно делать контент, можно собирать информацию, можно делать картинки, да, можно монтировать. Возможностей много и все это очень ускоряет вам процесс работы, поэтому сэкономьте свое время, пожалуйста, внедрите нейросети, если вы все еще это не сделали. Они не панацея, но тем не менее время сэкономит. Итак, это были 6 актуальных, свеженьких, классных трендов, которые будут работать еще очень долго. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Ставьте свои реакции, а я пошла готовить для вас новые видео. Пока!